Дело торнадо, почему я сейчас о нем спрашиваю, потому что недавно Денис Казанский записал интервью, где позволил бывшему командиру батальона шахтерский торнадо Руслану Онищенко высказаться в полной мере и, как мне показалось, немножко, даже не немножко, а реабилитироваться. Ну, хотя я знаю, что действительно есть свидетельства пострадавших, и в целом я не думаю, что добровольцам можно разрешать кого-то пытать, насиловать и похищать. Но как ты считаешь, как ты оцениваешь, может быть, это интервью, во-первых, а во-вторых, то, что действительно в самом ли деле, может, Онищенко получил 11 лет, но может по закону Савченко быть тоже через 5 с половиной, я так понимаю? Нет, нет, не через 5 с половиной. Нет, у него полный, то, что называется, полный зачет, это если судить от звонка до звонка. У него уже с учетом закона Надежды Савченко, я повторюсь, закон Надежды Савченко не действует с 16 или 17 года, он отменен. Просто до того времени, что они успели отсидеть с июня, пока действовал закон, потому что не имеет обратной силы, то есть это время, оно считается год за два, день за два. Ну, кому как удобнее. После этого он уже идет по обычному графику. Он не работает сейчас. А Онищенко не подпадает под закон Савченко? Он под него попадает ровно до тех пор, пока закон Савченко официально действовал. Вот до этого ему в зачет считалось день за два. После того, как закон Савченко отменили, это не считается. Идет уже по обычному, как было до этого. Он получил 11 лет. Поэтому должен он по залику выйти уже с учетом закона Савченко. У него срок истекает в январе 22 года. А, то есть, но все равно с учетом? Но Нищенко уже отсидел больше 2-3 срока примерно. Поэтому он, в принципе, имеет право рассчитывать на УДО. Но условно-то срочное освобождение. Зная твои публикации по теме торнадо, я знаю, что ты настаивал, что он осужден справедливо. Можно ли добровольцам, как ты говоришь, все разрешать? Я вообще уточню, что не надо путать, как бы вообще понять. Это другой вопрос. Добровольцам он туда пошел или по каким причинам он пошел? Он был в первую очередь сотрудник милиции на тот момент. Не выясут. Это была рота торнадо, это рота патрульная милиция особого назначения. Она так ведет, и тебе полную формулировку. Он не является военным или добровольцем. Он является милиционером. И в камере он сидел тоже для бывших заключенных, так называемые БС-ные камеры. Для бывших медицинеров. Это называется бывший сотрудник, БС-ник по постам в тюрьме, это так называется. Насколько мне известно, именно Нищенко сидел в камере вместе с Беркутами, которые на тот момент судили за подел по делам Майдана. Вместе с Беркутами. Да, у него там какие-то были с ними изначально проблемы, но потом как-то они договорились, и потом уже вроде мирно сидели. До тех пор, пока их не разогнали за бунт, и не отправили по колониям в одиночные камеры. Я читала твои статьи, и знаю, что ты очень подробно освещал и считал, что торнадо осудили правильно. Но зрители, наверное, этого не знают. Вот твоя позиция по делу торнадо задела, сидит Онищенко и остальные, и почему ты так считаешь? Я попробую так ответить сейчас, что на самом деле Матиоса, главного бывшего военного прокурора, который их туда и определил за решетку, должны не торнадоцы клянуть, на чем свет стоит, как они все эти годы делали, из клетки, все эти их записи, до этого он их YouTube-канал все забыл, Facebook у Онищенко, а его должны клянуть те люди, которые были пострадавшие, которые выступили потерпевшими, свидетелями по делу. Вот они должны клянуть Матиоса. А торнадоцы на самом деле должны на него молиться, потому что благодаря Матиосу дело было полностью развалено. Их во многом закрывали, так как у нас в стране это происходит. Вначале провести пропаганду на скорую руку по телеканалам, а потом закрыть. Хотя при тех обвинениях, которые по ним доказаны, то есть им срока, я считаю, все равно назначены правильно. Но на самом деле они, по сути, должны были сидеть вообще пожизненно, потому что Матиос не расследовал подчиненные Матиоса, ни одного не доказали, даже факт убийства. Дели этого нет. А мне достоверно известно, что убийствами за ними не один десяток. Спасибо.